Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил зажечь на Международном молодежном форуме, и у него удалось. Интернет-пользователям приелись Соловьевы, Скобеевы, Симоняны, и выступление Бастрыкина оказалось весьма кстати. Не вся речь главы Следственного комитета была оригинальной, про то, где вы были 8 лет, конечно же, он обмолвился. Вы знаете, какое количество творческой интеллигенции, скажем так, уехало в Израиль. Чиновники потянулись, Чубайс засветился в Турции банкомата. Стали появляться тренды «Мне стыдно, что я русский». Есть такие товарищи, которые мне тоже говорят, мы имеем право на свой голос, конечно, но почему вам стыдно, что мы русские? Я спрашиваю таких, которым стыдно, а что же вы молчали с 2014 года, когда наших русских братьев убивали, уничтожали, сжигали. По нашим данным, 2500 детей было убито на Нонбассе, 10 тысяч раненых, и мирного населения 15 тысяч погибло и раненых. Это с 2014 года. И все, кому стыдно сегодня, помалкивали в тряпочку, а тут сколохнулись. Да, мы квалифицируем действия украинской военщины, очень часто, как геноцид. Хотелось бы узнать поподробнее конкретные факты про геноцид народа Донбасса. Кто убил, кого, зачем, при каких обстоятельствах. То, что озвучил Бастрыкин, чуть ли не первое официальное свидетельство звезд так называемых нацистов. До сих пор, кроме сухой статистики о злодеяниях нацистов в Донецке и Луганске, было неизвестно практически ничего. В условиях безвластия на Западной Украине и разрушенных государственных институтах, кто вел эту статистику? Насколько она достоверна? Доверия к заинтересованным чиновникам, пропагандистам-фейкометчикам нет никакого. Срежиссированные заказные репортажи выпускают как украинское, так и российское телевидение. Сами военные держат язык за зубами, а пацифисты и разоблачители со своей правдой сидят по тюрьмам. Бастрыкин дал пищу для размышлений, но не менее интересна та часть его выступления, которую Следственный комитет поспешил вырезать. Вот санкции. Как ударили. В ресторанах колбаса стала дороже. Вот вопрос с бизнесами на других платформах. А говорим по бизнесам. Как у нас всегда, да? Нефть дешевеет, бензин дорожает. Что выясняется? Самолетов нет. Роскосмос получает из США составляющие для наших космических кораблей. Медицина японская, значит, так дальше. Машины. Вот я езжу на русском автомобиле. Грозят нам присоединить на Лады и на москвичей. А почему свое-то не создали? После войны создали автомобиль Родина. Потом назвали Победой, потому что Сталин спросил, а за сколько Родина продавать-то? Ну и создали свою Победу. Вот так и в науке. Хватит уже там болтаться где-то по бездорожью. Кругами. Тридцать лет ходим. Вокруг. Ну может же Бастрыкин резать правду матку. То, что он с лупой в видео в планшете рассматривал, еще не значит, что он отсталый и слепой. Глаза видят, уши слышат, голова работает. Вопрос в том, а почему он все эти 30 лет молчал? Много Александр Иванович остановил казнократство, рейдерство, хищение денег в сфере промышленности, машиностроения, науки, космоса. Разве не на глазах у Бастрыкина все эти 30 лет грабили и разрушали страну, выкачивали из нее ресурсы? Кто бы посмел его тронуть, если бы вот так же, с трибуны, он обратился к Путину. Владимир Владимирович, все сгнило, насквозь проворовалось ваше окружение. Вам уже экстремист Навальный на блюдечке дает списки, кто и что украл. Давайте навалимся, да пересадим жулье прежде всего среди ваших друзей. Тогда и заводы у нас будут, и свои машины, и наука, медицина, все будет. «Сказал бы такое Бастрыкин, и никто бы его пальцем не тронул за правду. Дрогнули бы кремлевские стены, да и что ему терять в 69 лет? Но знаете, в чем проблема, друзья? Наверное, нет в нашей стране такого Бастрыкина, который бы на всю Россию сказал правду. Некому говорить о сути проблем, некому начинать очищение и возрождение страны, как выясняется, острый дефицит у нас настоящих людей». Продолжение следует...